Перерезать ленточку на пути к новому слову в образовании. Сегодня в Читинском политехническом колледже большое событие. Здесь при поддержке Минвостокразвития открываются сразу две современные мастерские. Первой из них установлена настоящая электрическая подстанция, которая теперь поможет отрабатывать студентам теоретические знания в области электроэнергетики на практике. Вторая мастерская уже посвящена диагностированию и ремонту электрооборудования и электрических систем автомобилей. Это диагностический сканер. Согласно диагностическому сканеру, мы можем, не открывая капот, выявить те неисправности, которые мешают стабильной работе двигателя. Данным сканером мы можем проверить абсолютно любой автомобиль, так как программное обеспечение у нас обновлено, и на любой свежий автомобиль мы сможем произвести диагностику. Для среднепрофессионального образования открытие таких мастерских – это большой шаг. Долгое время колледжи оснащались по остаточному принципу, сейчас для них настал переломный момент. Такие образовательные площадки – залог качественной подготовки выпускников и их успешного трудоустройства. Были определенные сложности, часть оборудования находится под санкциями. Есть элементы, которые не производятся в широком формате, потому что только начинается внедрение такого оборудования, особенно по электрическим станциям, сетям и системам. Но, тем не менее, нам удалось пройти все конкурентные процедуры. И сегодня и автомобили, которые были необходимы для мастерских, и осциллограф, диагностическое оборудование для транспортной отрасли и те электростанции, на которые будут обучаться наши студенты, привезены, доставлены, установлены и приступили к своей работе. Не только преподаватели, студенты и работодатели заинтересованы в развитии среднего профессионального образования. Сегодня это цель для всего региона. Это было поручение председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина, как раз таки, чтобы у студентов среднего профессионального уровня вырабатывались определенные компетенции. Чита является на данный момент центром экономического роста, именно как столица Забайкальского края, и нам нужно вырабатывать кадры для экономики края в целом. На мастерские сегодня выделено практически 17 миллионов рублей, а в целом по Забайкальскому краю мы реализуем мастерские на 136 миллионов рублей. Такие технологии сегодня можно найти далеко не на каждом предприятии. Образование, наконец, не бежит вдогонку за производственным процессом, а пережает его на несколько шагов.